Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые психофизиологи, коллеги. На ваших экранах вы сейчас видите таблицу, мною созданную лет 5 назад. Таких таблиц за свою практику, 21-летнюю практику работы в лаборатории психологического обеспечения, я создал, наверное, штук 5 или 6 за 20 лет. В разные периоды своей деятельности у нас более или менее всегда был некий стандарт, стандарт проведения медицинских, психологических обследований. И вот эта таблица одна из последних. Повторюсь еще раз, конечно, она идеальна в некотором смысле, может быть на середину 2000-х годов, я бы так сказал, может быть 2015-2016 год, мы работали по этому стандарту, обратите внимание. Были другие периоды, другие года, когда эти таблицы были нами изменены. Мы всегда экспериментировали, внедряли какие-то новые методики, часть убирали, в силу прежде всего трудозатрат, временных обстоятельств. Обратите внимание, самое максимальное количество методик руководителей, в данном случае, у ИТР, инженерно-технических работников, 14 методик. Таблица очень проста. Перечень методик, применяемых для руководящего состава предприятий, для инженерно-технических работников, 14 методик, для руководителей 12, и для рабочего персонала, также 11 методик. Таблица вот такая простая по своей структуре. Еще раз повторюсь, конечно, мы не всегда использовали эту таблицу на протяжении, допустим, года-двух. Может быть, использовали, потом экспериментировали, повторюсь, меняли эту таблицу. Например, убирали какую-нибудь методику, ну, например, Томаса. Интересную и работоспособную методику, но не менее интересные у нас и другие методики были и есть. Соответственно, мы могли Томаса исключить, допустим, там, условно говоря, в 14-м году или там в 17-м году. Или даже две методики убрать, допустим, равен, ограничиваясь только код. И, соответственно, добавляли еще какие-то методики. Но в среднем, надо сказать, вот это состояние. 11, 12 методик, 13 методик, 14 методик. Это в среднем тот, на наш взгляд, мой взгляд, как руководителя такой лаборатории, взгляд моих сотрудниц, это оптимальное количество таких методик. Условно говоря, 12, 13, 14 методик. Я неоднократно, очень много раз повторял в своих видео такую метафору, что человек для диагности, психолога, психофизиолога, это всегда человек-невидимка. Приходит вам в кабинет человек, вы его не видите, не слышите, вы начинаете с ним работать. Собираете у него анамнез, более или менее подробный. Затем применяете стандартизированные методики, количественные, качественные, автоматизированные и так далее. Но изначально всегда человек является человеком-невидимкой. И есть такой замечательный фильм «Человек-невидимка». И в конце этого фильма, этого человека-невидимку, люди увидели, когда он вышел из дома, побежал по улице и пошел крупный дождь. И в каплях дождя этот человек-невидимка стал видимым. И люди его, соответственно, догнали, поймали и так далее. Но не важно. Важно то, что каждая методика из здесь приведенных является своеобразной каплей. Эта капля, эта капля, эта капля. Они все падают на человека и начинают проступать, как минимум, его контуры. Контуры его психологии, психики, в плане личности, характера, темперамента, каких-то физиологических, психологических особенностей и так далее. Одним словом, это капли дождя, падающие на человека-невидимку. И мы начинаем о нем что-то видеть. Приказ 749.2020 года. Люди, которые его создавали, никогда не работали в области практики, а не теоретики. Они ограничили вот эти капли тремя методиками. А именно методикой ПЗМР, СЗМР и ММПИ. Так, ПЗМР, СЗМР, РДО и ММПИ. Другими словами, четыре методики. Это явно недостаточный комплект, набор методик, по которым можно что-то увидеть о человеке. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, люди некомпетентные, создававшие 749 приказ в области психофизиологии, они не понимают этой простой истины. Очень сложно что-то понять о человеке. Методик не очень много. Вот тех капель, которые по-настоящему что-то раскрывают и показывают нам в человеке. Его какие-то особенности, контуры и так далее. Но, тем не менее. Значит, обратите внимание. Можно эту таблицу, как она, собственно, у меня и называется. Здесь вот написано вверху. Стандарт ПО, программного обеспечения с учетом категорий. У нас есть такие стандарты по разным годам нашей жизни, нашей деятельности в лаборатории. Есть такие таблицы по разным возрастным категориям. И, соответственно, есть такие таблицы по гендерным различиям. То есть, для мужчин и для женщин мы подбирали разные методики. И не просто так подбирали, а обдуманно обсуждали с коллегами, устраивали типа коллоквиума и собирались и обсуждали. Почему? У вас возникнет вопрос. Методик для рабочих 11, а для руководителей 12. И они, в общем-то, упор на чем сделан для рабочих. Посмотрите сами и оцените это все. И, соответственно, на что сделан упор для, допустим, руководителей. Почему так подобраны методики и такая последовательность их предъявления подобраны для ИТР. Очень это все интересно и хитро. Не просто так все это написано. Ни с кондачка, ни с бухты-барахты. Понятно, первым идет ММПИ, потом КТЛ. А вот смотрите, следующий для рабочих идет УСК. Допустим, ММПИ и УСК. То есть, для рабочего персонала КТЛ не так важен. Почему это сделано? Это огромная тема для разговора, дискуссии, споров и так далее. И мы спорили. То есть, в лаборатории работало всегда несколько человек. Там 4, 5, 6, 7, 8 человек работало. И мы обсуждали моменты, почему надо сделать так. Почему, допустим, здесь у нас код вообще отсутствует, насколько я вижу. А здесь для ИТР и Равен и код присутствуют. А вот для руководителей код отсутствует. Абсурдная методика для руководителей. Немножко так совершенно. Комментарий со стороны. Таким образом, господа, то, что происходит сейчас в мире психологии, не отличается особым качеством. Ограничение количества методик для психологического обследования персонала, ведущего опасные виды работ, проводящего опасные виды работ, для атомного персонала на атомных станциях, для каких-то нефтегазовых предприятий. Ну, ответственных, действительно опасных и ответственных видов работ, допустим, оператор блочного счета управления атомной станцией. И вот вдруг он станет проходить обследование. Ну, конечно, хорошо, он выдохнет несколько, даже скажет, о, в этом году как-то быстро, 4 методики всего, как здорово, хорошо. Хорошо-то хорошо, но чтобы четко и понять человека во всех каких-то его смыслах и ипостасях, количество тут никто не отменял, да, диалектику Гегеля. Количество переходит в качество. И в данном случае то, что происходит сейчас в России, мы, соответственно, видим картину с точностью, да, наоборот. Сокращается количество обязательных методик, и это плохо с точки зрения профессионала, проводящего такую процедуру обследования ПФО и, соответственно, составляющего по нему заключения. Виден, но плохо виден в этих четырех каплях дождя вот этот самый человек-невидимка по приказу 749N. К сожалению. И слава богу, хотя бы ему не хватило ума ММПИ оставить в плане личностных и характерологических обследований. Но я с трудом себе представляю, как мне оценить человека по Дембо Рубинштейна. Обратите внимание, да, везде во всех таблицах это практически присутствует. Это одна из ведущих методик. А наши руководители от медицины и психофизиологии, они не знают этой методики. Впервые они истышат. А я, Дембо Рубинштейна, при грамотном подходе променяю на все остальные методики, в том числе ММПИ, КТЛ, УСК, ПСМР, ССМР и РДО. Без Дембо Рубинштейна жить в нашем мире нельзя. Кто знает эту методику, тот понимает, о чем я говорю. И это очень сложный и болезненный для меня вопрос. Вот мой стандарт 2015 года. Понятно, возвращаясь к самому началу видео. Такая вот интересная тема для рассуждений, для обдумываний и решения вопросов, о чем пользоваться нам, специалистам в области медицинской, клинической психологии и промышленной психофизиологии. На этом все. Благодарю вас и удачи вам.